Слайди. Начало нашего доклада. Грант Working Washington и Грант Convention Center. Я вместе со своей коллегой Лин Федж ответим на ваши вопросы. Что делает Министерство торговли? Мы усиливаем наши микрорайоны. Мы помогаем с предоставлением жилья, уменьшением бездомности, инфраструктура, бизнес-помощь, планирование и некоторые услуги для общественности. Итак, вот план нашего доклада. Рассмотрение программами в рамках программы Working Washington, критерии по участию в программе, требования по заявке, вопрос рассмотрения заявки, техническая поддержка, график рассмотрения и дополнительные ресурсы. Давайте поговорим о пятом рауде Working Washington, грант. 70 миллионов было выделено в рамках этой программы. Из 70 миллионов 60% направлено на имеющие право бизнесы, некоммерческие организации в области искусств, наследия и другие секторы, включая сектор гостеприимства, фитнеса, а также такси и транспорта. Максимально выделяется до 75 тысяч долларов. Малым коммерческим и некоммерческим бизнесам, которые пострадали в результате пандемии. Каковы требования участия в программе? Необходимо быть активным коммерческим или некоммерческим бизнесом, необходимо иметь номер UBI или EAN, необходимо физически быть расположенным в штате Вашингтон и необходимо работать не менее чем до 1 января 2021 года. Наконец, необходимо показать финансовый ущерб в результате пандемии, необходимо отчитаться о обороте не более 5 миллионов долларов за 2019 год, необходимо получить доход не менее 10 тысяч в 2019 или 2020 году, необходимо не закрывать бизнес или не иметь намерения закрыть бизнес в 2022 году, и можно подавать анкету только на один бизнес. Если у Вас несколько бизнесов, то, пожалуйста, подайте анкету на самый крупный бизнес. Кто не имеет права на подачу заявления? Мультинациональные корпорации, детские сады, школы, такие как с 1 по 12 класс, библиотеки, научные компании, включая компании по научным разработкам. Поэтому, когда мы говорим научный сектор, мы имеем в виду определенную группу, на которую направлены эти гранты. Другие, не имеющие права, это профессиональные услуги, такие как бухгалтерские услуги, страхование, юридические услуги, больницы и другие предоставители услуг здравоохранения, организации управления недвижимостью, различные туристические гостиницы, такие как Airbnb или VRBO, марихуановые предприятия, за исключением точек розничной торговли, водители SharedRite, такие как Lyft и Uber, третьи стороны по доставке, такие как Amazon или DoorDash, правительственные организации, бизнесы, которые окончательно закрылись в 2021-2022 году, финансовые бизнесы, которые заняты в выработке суд, ну, опять же, повторение, бизнесы, которые закрылись в 2022 году, бизнесы, которые ведут социально нежелательную деятельность, такую как, например, обналичивание чеков или аренда довладения, бизнесы, которые занимаются сексуальной деятельностью, спекулятивные бизнесы, бизнесы, которые занимаются политической или лоббирующей деятельностью, бизнесы, которые ограничивают участие в бизнесе на основах других, чем как по возрасту бизнесы, которые игнорируют меры безопасности по критериям COVID-19, бизнесы, против которых открыто судебное производство, или бизнесы, которые активно находятся в состоянии получения статуса банкротства. Теперь давайте обратимся к грантам Convention Center. В данном случае заявители должны показать, что по крайней мере 25% доходов получено от участия в бизнесе проведения съездов или выставок в штате Вашингтон. Этот грант предлагает до 500 тысяч долларов. И, наконец-то, этот грант предлагает единовременную помощь для коммерческих и некоммерческих бизнесов, которые зависят от экономической деятельности в штате Вашингтон. Каковы требования по участию в этой программе? Это очень схоже с программой Вашингтон Working Grants. Необходимо быть коммерческим или некоммерческим бизнесом, иметь номер UBI или EIN. Необходимо проводить или участвовать в выставках или съездах. Необходимо иметь отмененные съезды или выставки в 2020 или 2021 году. Необходимо быть способным показать финансовый ущерб в результате пандемии. Необходимо, чтобы 25% доходов поступало от съездов или выставок. Необходимо показывать доход не более чем 100 миллионов долларов в 2019 году. Необходимо, чтобы, по крайней мере, 51% доходов генерировался в штате Вашингтон. Необходимо использовать... Нельзя использовать средства от гранта для уплаты налогов. Необходимо подавать заявку только на один бизнес. Если у Вас несколько бизнесов, подавайте его на самый большой. Кто не имеет права? Кто не имеет права на подачу на съездки на грамм? Те, кто работают на выставках, школы, например, высшие или детские сады, средняя школа, публичные библиотеки, научные компании, включая исследовательские и лаборатории, профессиональные службы, бухгалтерии, больницы, включая донтистов и хиропракторов. Но массаж подлежит праву на получение, на подачу заявки те, кто управляет собственностью, те, кто предоставляют услуги для отдыха и размещения отдыхающих, лицензированные организации по продаже мероприятия и каннабиса, водители, которые работают в компаниях по перевозке, но те, кто работают независимо в такси и в лимузевных сервисах, имеют право. Правительственные организации или же офисы избираемых официальных лиц, пассивные бизнесы, инвестиционные компании. И далее продолжают те, кто не имеет права на подачу заявки. Финансовые бизнесы, например, такие, как банки. Бизнесы, которые закрылись на совсем или хотят закрыться в 2022 году. Бизнесы, которые занимаются социально нежелательной активностью или активностью, которая носит хищнический характер по своей природе. Бизнесы в сексуальной индустрии, например, взрослые так называемые бизнесы. Спекулятивные бизнесы, бизнесы, которые занимаются политической или лоббистской активностью. Бизнесы без нахождения физически в штате Вашингтон. Бизнесы, которые считаются, что они нарушили правила и регуляции по ковиду-19, которые издал губернатор, и нарушают меры безопасности. Также они имеют право на подачу заявок. Бизнесы, которые нарушают на момент марта 2020 года правила инструкции. Бизнесы, которые запретил федеральное правительство. Бизнесы, которые находятся в судебных исках. Что вам нужно для того, чтобы подать заявку на оба вида грантов? Вы должны активный идентификационный номер UBI от штата Вашингтон. То есть лицензия, регистрация, налоговая регистрация. Идентификационный номер работодателя и IN, если это к вам приложимо. И уникальный идентификатор объекта. Официальное правительственное удостоверение личности с фотографией. Мы будем спрашивать проверку личности. Личности того, кто подает заявку, информацию о доходе ежегодном за 2019, 2020 и 2021 года. Те, кто основался в 2020 году, только должны подавать за 2020 и 2025 год доход. Для того, чтобы загрузить это все, вы должны загрузить действующие идентификационные документы с фотографией на хозяина бизнеса. Вы должны представить проверенные, если этот бизнес принадлежит племени, документы на этот аспект. Финансовая документация за 2019, 2020 и 2021 год до уплаты налогов. Финансовая документация, которую вы должны представить. Форма 1040 от АРС для независимых предпринимателей. И следующая шкедул Си, профит и лоз, который понес бизнес. АРС 1065, возврат налогов на партнерство, форма 1120, корпорационная декларация налоговая ВРС, форма 1120-С, налоговый возврат на корпорацию, форма 1099-НИСК для независимых предпринимателей и другие. Соображения, которые будут иметь место при рассмотрении заявления. Уменьшение дохода или деятельности между 2019 и 2020 годами. Также может рассматриваться размер бизнеса, который произошел в 2019 году и уменьшился в 2020-2021. Недавние гранты от штата Вашингтона, если они были получены для коммерческих и некоммерческих организаций, которые действуют в районах, понесших ущерб. Или же находятся во владении кого-то, кто исторически находился в трудном или угнетенном положении. Также могут учитываться соображения тех владельцев бизнеса по отношению к тем владельцам бизнеса, которые самоидентифицируются как меньшинство, ветеран, ЛГБТ или женщины. Какая будет доступна техническая поддержка? Начиная с 15 августа будут материалы переведены на 15 языков, в том числе русский и украинский. И также другие языки. Начиная с 17 августа открываются порталы. Электронная почта и телефон в поддержку языков, в том числе русского. Телефон 888-242-0169. Электронный адрес. Commerce Grants. Sobaka.submittable.com Мы всех просим воспользоваться скорее электронной почтой для быстроты. Детали программы грантов. Партнерство. Правила, критерии для получения права на грант и вопросы-ответы будут доступны на веб-сайте. В целом график такой. С 17 августа по 9 сентября портал по заявлениям будет открыт 24 дня. С середины по поздней до конца сентября. В 5 часов тихоокеанского времени 9 сентября портал закроется. commercegrants.com Это веб-сайт для подачи всех заявлений. Начиная с 17 августа по 9 сентября. 5 часов тихоокеанского времени. Это будет твердая дата. Позже заявления не будут приниматься. Прочитайте также еще вопросы, часто задаваемые, и ответы на них. Получите поддержку на своем языке. В том числе на русском языке. Спасибо всем. Эта презентация была подготовлена Лин Фетч, менеджером, и также мною, Майклом Валенфилдсом. Спасибо, Майкл. Спасибо.